Почему Дондон сегодня ничего не может делать с металлфиросом? Потому что наш все эти годы был финансовым директором. Если металлфирос останется у государства и начнет все те деньги, которые выводились через фирмы прокладки, а мы говорим про десятки миллионов евро в год. Я задавала этот вопрос министру экономику, когда он был в программе у меня о нас пару недель назад. Он сказал, что даже если металлфирос будет приватизирован, что по его словам скорее всего и произойдет, потому что сейчас подходящее время, то в любом случае нельзя скрыть какие-либо преступления путем приватизации. Потому что у каких-либо преступлений расследование не можно вести как. Можно. Объясняю. Металлфирос, там же никто не переводил деньги со счета металлфирос на офшоры Плохотнюка или других людей. Все компании, прокладки, которые были между живым металлоломом и металлфиросом, это фирмы прокладки, которые если дальше существовать не будут, и металлфирос будет скупать металлолом по тем ценам, по которым, ну то есть по рыночным ценам, и также его экспортировать, то получается, что на предприятии, такая ситуация у меня была с рынками Бельца, появится вдруг откуда ни возьмись, появится в первом году условно там прибыль порядка 20-30 миллионов евро. И сразу у всех возникнет вопрос, ребят, то есть получается, что за предыдущие 10-15 лет... Но это не секрет, были расследования, которые подтвердили, что мы недополучили. То есть это и так всем известно. Послушайте, это были журналистские расследования, об этом говорили некоторые бизнесмены. Я говорю про другое, что отчетная палата придет и скажет, так, ребят, а как это то же самое предприятие, с тем же штатом сотрудников... А она не может прийти после того, как оно будет приватизировано? Вот что говорит министр. Просто тут Ренат хочет сказать, что, допустим, металлолом принимают в подвале, куда-то сдают по какой-то другой цене, и потому... Все деньги оседали на прокладках, понимаете? И сегодня, если бы перевели металлфероз в белую, появилась бы прибыль в десятки миллионов евро в год. И приходит счетная палата, скажет, ребят, а как это тот же финансовый директор, такой же штат, такая же статья расходов, а доходы выросли в 40 раз. Как они это объясняют? Скажут, ой, не, ну при полохотнике мы химичили, там вырывали, а сейчас мы уже начали работать. Вы что? Да там должны посадить полметаллфероза и всего тех, которые вокруг него были. То есть сегодня это пытается скрыть, понимаете, сегодня, когда тот же Додон говорит про создание рабочих мест, предприятие открывать. Сегодня, вот как отдали аэропорт, отдаются предприятия, которые могут приносить прибыль. Редактор субтитров А.Семкин